В эфире Первого Балтийского канала информационный блок Доброе утро, Таллин. Продолжается благотворительная акция поддержки ветеранов «Я помню, я помогаю». На сегодняшний день реальная помощь оказана уже восьми ветеранам. Более подробно об акции расскажет наша сегодняшняя гостья, руководитель фонда «Благовест» Людмила Ганс. Людмила, доброе утро. Доброе утро. К сожалению, многие вспоминают ветеранов только 9 мая, но вот благодаря акции «Я помню, я помогаю» помощь ветеранам становится актуальной в любое время года. Да, и надеюсь, каждый день. 21 августа мы открыли счёт, и об этом объявили в прессе, о том, что можно делать перечисления. Я безумно рада, что я отношусь к тем людям, которые перечисляют туда деньги, что я из их числа. Потому что такое количество людей откликнулось за это время, и такие перечисления идут, что они вызывают у меня слёзы каждый раз, слёзы благодарности. Потому что люди перечисляют в день до 10 человек. Перечисления идут утром, вечером и даже поздней ночью. И перечисления, они такие абсолютно разные. От 2-5 евро до максимальное было перечисление, один человек сразу перечислил 1000 евро. И я так понимаю, что люди, которые перечисления делают, они перечисления делают от своей просто душевной теплоты. Потому что 2 евро – это тоже деньги, и это тоже нужно найти в своём бюджете. На сегодняшний момент я подсчитала, значит, было перечислено 8145 евро и 30 центов. Вот меня особенно умиляют эти 30 центов, потому что их перечислила одна дама, я не могу называть фамилии. И, видимо, она не там поставила запятую, потому что следующее перечисление тоже было от неё. Это было уже 30 евро. Так что у нас на счету её 30 евро и 30 центов. И что самое приятное, что уже люди повторные делают перечисления. То есть они перечислили в сентябре и перечисляют в октябре. Вот я сама лично перечислила пока только один раз в сентябре, но я это сделаю обязательно и в октябре тоже. Уже мы перечислили действительно 8 человеком, и сумма составляет 1750 евро. И, конечно, самое тяжёлое для меня это то, что 8 человеком мы помогли, а за это время из 311, которые были в списке, 11 людей уже ушли навсегда. Им мы не сможем помочь. Поэтому возраст тем, кому мы помогаем, он солидный. И, конечно, надо это делать регулярно и всё время. Не только осенью, но я надеюсь, это будет проходить и зимой, и весной, и каждый день. Будет здорово, если мы встретимся с вами зимой. И я скажу слова, что акция «Я помню, я помогаю» продолжается. Людмила, скажите, пожалуйста, а куда идут в основном деньги? На что? В списке вот эти 311 человек – это те ветераны Второй мировой войны и дети Ленинграда блокадного, которые получают эстонскую пенсию. Она очень маленькая. И, конечно, их родственники не могут оплачивать такие большие деньги, которые необходимы за то, чтобы эти люди могли жить в домах по уходу. И чтобы, если они живут дома, то чтобы им помогали сиделки. Поэтому часть платит родственников, и большую часть платит наш фонд. Но кроме нашего фонда, еще ведь существует фонд «Метелицы», который тоже оплачивает. И, конечно, очень большую работу делает Нина Ивановна Павлова и все те люди, которые работают вместе с ним. Потому что эту работу не может делать никто. И дай бог счастья и здоровья всем, кто это делает. Спасибо большое вам за ваш труд. Успехов! Спасибо! Информационный блок «Добрый утро-тран» подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях была руководитель фонда «Благовест» Людмила Ганс.